День земли, день воды. Вторая половина марта изобилует датами, напоминающими нам о природных ресурсах и обращающими внимание на важность их бережного рационального использования. В Мариел основным природным богатством традиционно является лес. После пожаров 2010 года особое внимание к теме лесовосстановления и ликвидации чрезвычайной ситуации с высыханием ельников. Право называться лесным регионом Мариел не утратила. Лесами у нас занято 54% территории. Распоряжение лесным богатством в нашей республике осуществляется преимущественно в форме аренды. 85% лесов у нас передано в аренду. Это значит, что все работы, связанные в лесу, на арендованных территориях, работы по охране, защите, воспроизводству лесов проводятся арендаторами. Арендаторами проводятся такие виды работ, как охрана лесов от пожаров, проведение профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров, работы, связанные с воспроизводством лесов. Это посадка леса, это уход за лесом, проведение различных работ по подготовке почвы, выращивание посадочного материала и ряд других работ. Именно арендаторы несут сейчас основную нагрузку, связанную с ликвидацией последствий пожаров 2010 года. Работы на горельниках, по сути, дились в три года. Весные пожары у нас в прошлом 2010 году на площади около 72 тысяч гектаров. Из них 40, то есть 30 тысяч гектаров требует сплошной расчистки. Из 30 тысяч гектаров сегодня расчищено около 10 тысяч гектаров, то есть около 30 процентов. Это объем небольшой, но нужно сказать, что из 30 тысяч гектаров у нас для восстановления, искусственного лесовосстановления лесов, остается около 3400 гектаров. Это примерно на три года работы. Планы лесовосстановления на этот год уже практически готовы. Объем лесопосадок там, где предложен метод искусственного возобновления, остается неизменным. Эти объемы работ арендаторами в этом году будут проведены примерно 1500 гектаров. И примерно такой же объем работы будет проведен тоже силами арендаторов, путем проведения работы с содействием естественному возобновлению. Или другими путями. Это содействие естественному возобновлению обозначает использование самих сил природы для дальнейшего восстановления лесов. В общем итоге, получается, мы эту работу проводим в объеме 3000 гектаров. Прошлогодняя чрезвычайная ситуация, связанная с усыханием ельников, серьезно повлияла на масштабы лесозаготовок. Хозяйственная деятельность, направленная на освоение лесных массивов, находящихся в зоне усыхания, стала интенсивнее на 50 процентов. В республике у нас усокло около 800 тысяч кубометров леса. Вот если мы ежегодно вырубаем миллион 700 тысяч кубометров, то 800 тысяч – примерно 50 процентов годового объема лесов. Естественно, напрашивается вопрос, как в данной ситуации повлияет на общий объем заготовки леса. Сейчас, по данным лесхоза, заготовлено почти 80 процентов всех усыхающих ельников. Чрезвычайные лесозаготовки, по словам Ивана Турецких, не повлияют на объем плановых вырубок. В пострадавших северо-восточных районах республики, впрочем, заготовки уменьшатся, причем значительно. Повлияет ситуация с еловыми лесами и на планы лесовосстановления. В ближайшие годы ежегодная площадь лесопосадок может взрасти на 500 гектаров. Что касается статуса чрезвычайной ситуации, то решение о ее продлении, либо завершении, еще не принято. Вероятно, для окончательных выводов специалистам лесного хозяйства потребуется ждать наступления тепла. Субтитры создавал DimaTorzok